Друзья, всем привет! Сегодня мы с вами поговорим про автомобили. Тема у нас будет премиального класса автомобиля. Вот смотрите, за моей спиной немецкий паркетник BMW X5, а чуть дальше идет китайский премиальный автомобиль Lysan L7. И вот очень часто у людей встает вопрос, что же себе покупать BMW с пробегом или новенького китайца? Здесь начинается огромное количество споров, потому что есть те, кто говорят, ну вот немец, эта машина проверенная временем, надежная, хорошая машина с точки зрения безопасности, но у нее есть свои минусы. С другой же стороны, люди подходят к этим автомобилям, начинают с ними знакомиться, смотрят на их опционал, на их нафаршированность и говорят, да нифига себе, вот это будущее, а вот это уже вчерашний день, и оно нахрен никому не нужно. И вот на эту машину многие люди, внимание, пересаживаются как раз таки с BMW, с Audi, с Mercedes, что их подкупает. Мы сегодня пообщаемся с владельцем, который пересел на эту машину вообще с Hyundai Tucson, накупил ее за наличный расчет и сделал осознанный выбор. Артем, с тобой мы познакомились через нашего общего друга, знакомого, товарища, есть такой человек ААС, Андрей Андреевич Скрипко. Но сегодня я пришел к тебе не с пустыми руками, Андрей любит такие начала, но букет цветов не тебе, а твоей супруге. У Артема совсем недавно родилась дочка, ну на сегодняшний день уже месяц пошел, второй ребенок в семье, и это тоже не случайная зарисовка, потому что именно из-за рождения второй дочки было принято решение, что нужна машина побольше. И вот эту машину, Лисеем, друзья, многие расценивают и оценивают как семейную машину. Букетик убирай, супруги большой привет, растите здоровыми, а мы с тобой пообщаемся на предмет вашей покупки. Что представляет из себя эта машина? Это премиальная версия, как я сказал, это последовательный гибрид, у нас идет два электромотора, которые приводят в действие колеса, также есть бензиновый мотор полтора литра, который собственно идет как способ заряжания этих двух электромоторов. Бак у автомобиля 65 литров, и здесь я сейчас озвучу такие общеводные, что на электротяге можно проехать порядка 200 с чем-то километров, а в совокупности с бензином где-нибудь по трассе заявляют какие-то космические цифры аж в 1300 километров. У многих возникает вопрос, не, ну это была лайка китайская, она вот пришла, еще ничего не известно, в силу развитости ютуба, в силу развитости вообще в целом социальных сетей, сейчас люди уже из севера, где температура там минус 40-50, активно ведут блоги, снимают, как автомобиль ведет себя в мороз, проезжают огромное количество километража. Насколько я знаю, существует российская группа в Телеграме, там уже порядка 20 тысяч участников, это те, кто купили автомобили, те, кто присматриваются, хотят купить этот автомобиль. Всем интересно, что же он представляет из себя на перспективе, а вдруг что сломается, какие слабые места, вот во всем этом хочется разбираться. В первую очередь знакомство с автомобилем всегда начинается с внешнего вида. Для меня эта машина какой-то некий такой фантомас, я не знаю почему, но ровно так он у меня вызывает ассоциация, какой-то французский душок в нем есть, в том числе английский. Здесь стоят у нас радары, но они вот напоминают как в английских такси, вот эти кабы, козыречек у них есть. Внешка очень спорная, одним она сильно зашла, кому-то она не заходит вообще, про нее даже говорить не буду, по одной простой причине, на вкус и цвет товарищей нет. Нравится или не нравится, тут вы отзывы делаете сами. До этого у тебя был Hyundai Tucson. Да. Вот старенькая уже в целом машина и, казалось бы, многие задают вопросом, был Tucson, пересел на Ли-7, который ты купил, внимание, начнем с цен, за 6 миллионов. 6,5 миллионов. Сегодня мы будем чуть-чуть шутить и передавать приветы Андрею. Андрей, ты в частности говоришь, да так, будем считать то, что Андрей такой некий зритель, комментатор, он как раз пишет так то, что Китай это плохо, Китай это говно, покупать его точно не надо и надо было покупать что-то другое. Ну вот расскажи нам, имея на руках вот 6-6,5 миллионов рублей, вот честно заработанных денег, что ты рассматривал, что ты готов был покупать? Ну, во-первых, если мы уж про Андрея начали говорить, да, еще раз ему отдельный привет, и я хотел сказать, что Андрей сказал, у меня есть Audi Q5, Q7, он предлагал у него забрать, но в тетюхать свою, ну вот ладно, ладно, но в реальности можно за эти деньги купить либо новую китайскую машину, либо можно купить поддержанного европейца. Мы рассматривали, помимо Q7, который предложил Андрей, мы рассматривали еще XC90, потому что, ну вот как Дима уже сказал, у нас планировался второй ребенок, жена была уже глубоко беременной, мы решили, что до ее рождения мы точно поменяем машину, и соответственно нам нужна была машина больших размеров, чтобы был с большим багажником, чтобы влезала уже не одна детская коляска, а две. Начали поиск, поиск вариантов, но реально мы за несколько недель до покупки этой машины, мы остановились на XC90, и было прям вообще все это наше финальное решение, и больше мы как бы его менять не будем. Volvo, который тоже не прям вау, какая надежная, и тоже там денежку вкладывать с годами-то придется. А Audi Q7, Андрея Андреевича, чем не понравилась? Маленькая? Она маленькая, просто маленькая, да? Не помещаться там. Она маленькая, и знаешь, вот тоже возвращаясь к Андрею Андреевичу, вот у нас с тобой есть чат, в котором мы с Андреем вместе, он там все время пишет, вот непонятно, что будет через 2-3 года. Ну, объективно непонятно, что будет и с Volvo 20-21 года тоже через 2-3 года. То есть я недавно с ним полностью согласился, я действительно так считаю, что эта машина, она в некотором роде кот в мешке. Мы действительно не понимаем, что через 2-3 года с ней будет. Но при этом, при всем, я подумал, что пускай будет лучше новая машина, чем поддержанная. В первую очередь вот такой ключик, на самом деле, простоват. Вот он по форме приятен, но вот не хватает ему чего-то такое, знаете, может быть, алюминия, что ли. Чего-то такого более весомого. Он прям легенький такой, но зато в кармане помещается отлично. Вот смотри, раз, убрал, все, он здесь. Подходя к автомобилю, естественно, он нас чувствует, выезжают ручки, открываются они. Ручки эти, да, многих тоже смущали, а что будет в мороз? А вдруг, если там что-то сломалось, все это открывается, все это работает, уже есть фишки, как открыть и так далее. Круговые обзоры. Машина нафарширована опциями, помощниками по безопасности. В этом плане все есть. Но присаживаясь в салон, здесь так называемое китайское будущее. Друзья, вот смотрите, прикол-то в чем, я сажусь за руль этого автомобиля, впервые я сейчас поеду, и по привычке я начинаю, ну что делать, ну на тормоз нажал, понятно, я подошел, она сама открылась, кнопку я здесь не вижу, здесь кнопку я не вижу, а как завести? То же самое, тот же самый вопрос меня беспокоил. Ты дотронулся до руля, значит, уже завел машину, вот это вот, то, что ломает немножко. То есть садимся, она уже все запущена. То, что ты дотронулся до руля, все, она поняла, что ты на месте, поехали, типа. Офигеть, блин, то есть, вообще прикол, то есть самой кнопки физической нет. Физически нет никакой. И, соответственно, остановился, на паркинг поставил, та же самая история. Да, блин, так. Ага, как, вот, блин, прикинь, просто я как обезьяна здесь стою за рулем. Сейчас будет весело, мы отправляемся, дети. Ну, здесь селектор, понятно, значит, когда мы едем вперед, вот, к вопросу о этом, об этой приборной панели, вроде бы маленькая, но при этом все, что нужно у тебя есть, так еще у тебя действительно большое проекционное меню на лобовом стекле. Поговариваю даже, что Ули это чуть ли не одно из самых больших по информативности проекций. А прямо сейчас в багажнике моего автомобиля скрывается что-то действительно интересное и полезное. И это не просто очередная фишка для авто, а устройство, которое сделает ваше передвижение более безопасным и комфортным. Пойдемте покажу. И имя ему автомобильное комбо-устройство iBox EVO. Почему iBox EVO, спросите вы? iBox это российский бренд электроники с собственной разработкой ПО и самих устройств. Именно поэтому его гаджеты лучше всего адаптированы для России и стран СНГ и имеют минимум помех и максимум дальности. Просто расслабьтесь и наслаждайтесь поездкой, в то время как iBox управляет ситуацией, предлагает снизить скорость, когда это действительно необходимо. iBox EVO, какие фишки предлагает данный бренд? Начнем с удобства магнитного крепления. Это буквально революция в установке на лобовое стекло. Буквально щелк и все. А вот запись с двух камер гарантирует, что вы не пропустите ни одной детали, происходящей вокруг вашего автомобиля. Это не только улучшает безопасность ваших поездок, но и может пригодиться в качестве доказательной базы при необходимости. Усилитель LNA обеспечивает современное оповещение радара, даже если они находятся сзади. IPS-дисплей 3 дюйма делает информацию о дорожной обстановке легко читаемой в движении. А наличие CPL-фильтра в комплекте делает изображение четким и без бликов. А еще стоит отметить, что устройство работает на суперконденсаторе, что делает его более надежным в экстремальных температурах по сравнению с традиционными аккумуляторами. И вам не придется беспокоиться о том, что устройство вздуется от жары или перестанет работать в мороз. Одной из ключевых особенностей является функция управления жестами. Представьте, что вы можете отключить звуковые уведомления одним взмахом руки. Ну и наконец Wi-Fi. Ваш ключ к обновлениям ПО и бас-камер без необходимости носить устройство домой. В завершении не могу не упомянуть о трехлетней цифровой гарантии. Нет необходимости хранить чек. Просто зарегистрируйте ваше устройство в личном кабинете. Ну а приобрести его можно по ссылке в описании. По моему промокоду гарантированная скидка 2000 рублей на iBox EVO. Пользуйтесь на здоровье. Присаживаясь за руль, здесь нас встречает просто-напросто два iPad Pro Max. Два телевизора полноценных, друзья. Я прекрасно понимаю, что этот автомобиль для вас не новинка. Про него уже было много чего снято. Но мы, например, его не снимали. От этого и интереснее будет. Само собой, все зашито в экраны. Массажи, вентиляции, управление климат-контролем, музыкой и все, что с этим связано, все есть здесь внутри. Второй дисплей больше идет как развлекательный для пассажира. Для того, чтобы можно было откинуться и сидеть смотреть кино. Кино, передачи и прочее. Какие минусы здесь? Что нету полноценной прошивки, полноценной адаптации для русского языка. Сегодня, как мне написали владельцы, ставят русский язык, но он такой корявенький. Тем не менее, пользоваться можно. И многие отмечали даже так, что китайский язык, как бы это страшно не звучало. Люди делали поначалу как? Они брали телефон и наводили, знаете, тот переводчик через картинку. Изучали машину, понимали основные функции, настраивали машину под себя. Дальше говорят, да уже интуитивно ты знаешь, куда тебе нажать. То есть, само по себе меню сделано так, что каждому будет понятно. Вопрос просто-напросто времени. Вот ее все хвалят за управляемость, за то, как она едет, как она проглатывает дорогу, за шумоизоляцию. Говорят так, что немцы, в частности, тот же самый X5 и все, кто с ним вместе идут, Mercedes, Audi, отдыхают. По сравнению с Ли. Машины есть с пневмоподвеской. Вот эти подушечки, да, многим они напоминают, там, Maybach, Mercedes S-класса. Ну, это действительно класс. Ты сел, друзья. Как бы это ни звучало, китайский, премиальный китайский автомобиль, от этих лишек, это многие люди, кто на них катаются, их только хвалят. У многих всегда возникает вопрос. Вот гибрид, это же так интересно, потому что к электричке далеко не каждый готов, так как электричка, это, ну, постоянно надо заряжать, а здесь последовательный гибрид. Полтора литра, вот машина сейчас запущена, правильно? И вот этот звук, вы слышите, как вот она работает, то есть вот очень тихо. Здесь идет мотор полтора литра, четырехцилиндровый. Раньше, говорят, китайцы там трехцилиндровый ставили. И вот так это все сделано. Иди, пожалуйста, покажи. То есть по факту нам, китайцы, уже давно дали понять, здесь вам не надо ничего делать. Я все сделал хорошо, русский. Садись за руль и только наслаждайся. Больше никуда не лезть. Ну, только водички себе подливай. Ты нам скажи, пожалуйста, реальный расход. Специально для выпуска я подсобрал информацию среди других владельцев, ведь расход топлива, это всегда очень важно, интересно и спорно. Расход топлива, это как политику обсуждать. Ну, вот смотрите, человек пишет. Средний расход на электро примерно 130-150 километров в смешанном цикле, но не в гоночном режиме и не совсем пенсионерском. Если у вас такая же машина, совсем другие показатели, пишите обязательно в комментариях. Людям будет интересно почитать. Отсюда и делайте выводы, считайте под себя, сколько вы проезжаете в день и на сколько бы вам хватило. Круто на сегодняшний день иметь свою розетку, парковочное место, дом, чтобы у вас была своя быстрая зарядка. Средний расход топлива колеблется примерно от 6,5 до 8 литров. Вот такие средние показатели называют владельцы. Реальный расход по городу 7-8 литров. 7-8 литров зависит вот от чего. Реально 7-9-8 литров получается тогда, когда у тебя не заряженная батарея, а когда у тебя заряженная батарея, расход 6,9-7 литров. А как часто ты заряжаешь? Достаточно мало зарядок в Москве, которые бы подходили напрямую. То есть у этой машины есть специальный разъем на обычных зарядках Type 2 разъем, а у этой он называется GBT или что-то такое для быстрых зарядок. И таких вот быстрых зарядок в Москве на самом деле там, ну может быть 10-15, не больше. Самое близкое ко мне находится в Лужниках, я периодически езжу в Лужнике побегать и ставлю машину зарядку. Ну тоже я могу приехать, она может быть занята. Могу приехать, там кто-то поставит машину так, что я уже свою не припаркую. Поэтому это проблема. По поводу общественных зарядок, очень много зарядок Type 2, но при этом при всем тоже они часто бывают заняты. И я с Type 2, к примеру, просто так зарядиться не могу. Мне нужен специальный переходник. Ну благо у меня... А он сколько стоит переходник? Ну вот у меня есть один товарищ, мы с ним работали давным-давно. И оказалось, что он купил точно такую же машину, только серого цвета. И он мне просто как бы подарил два переходника. Один, который с Type 2 вот на наш разъем, и второй от 220 тоже можно заряжать машину. Но при этом переходники эти стоят там порядка 10-12 тысяч. Он заказывал их с Алиэкспресса. Ну как бы, ну вот. Хочу сделать прям акцент, что для многих из нас очень важно это количество места сзади. И вот сейчас сидение настроено исключительно под меня, под мой рост. И посмотрите, сколько места сзади. Ребята, сколько места сзади здесь охренеть. Более того, что сделали китайцы? Они взяли и нафаршировали эти салоны всеми возможными опциями. Подогрев сидений, ну этим никого не удивить. Он здесь есть. Вентиляция сидений, этим никого не удивить. Она здесь есть. Четырехзонный климат-контроль. Он здесь есть. Массаж. Полноценный, хороший массаж. Он здесь есть. Просто вот многие сравнивают китайский массаж в автомобилях с немецким. Говорят так, что на немцах он такой более мягкий, менее ощутимый. Здесь ты прям получаешь полноценный массаж. Более того, вот это вот, казалось бы, обычная фишка, которая есть у меня на Nissan Murano у отца 2013 года. Но на BMW X5 у меня такого нет. Спинка сидения регулируется по наклону и делает это в электронном формате. То есть я могу сесть и полноценно здесь развалиться. Включить себе массаж и забалдеть. Покажи, пожалуйста, сюда. Вот, потихонечку. Третий монитор у нас полноценный, который имеет способы управления жестами. Но если их настроить, можно смотреть фильмы, можно подключать гарнитуру в наушниках. Сидеть, балдеть. То есть на дальнее расстояние, на передвижение по городу он как раз сделан повыше, чтобы ты сварял вверх. То есть тебя теоретически укачать не должно. Подстаканники. То есть здесь, конечно, я так ожидал увидеть чего-то большего в силу того, что у нас есть по автомобилю. Но, как говорится, это уже так, мелочи. Как вы видите, панорамная крыша. Вот это пассажирское сидение. Соответственно, эти машины многие люди покупают для себя как автомобиль для передвижения сзади. Потому что мы можем подвинуть наше переднее сидение вперед. И здесь есть такая приятная фишка, катаманка. Именно на этом сидении. У нас здесь есть дополнительная кнопочка. Так, сейчас мы сделаем. Ну вот, нажимаем. И у нас вот такая картина. Ты глянь. Просто я тебе говорю, это китайцы, ребята. Это китайцы. Под любым углом ты можешь настроить. Ну, я в уличной обуви. Машина совсем свеженькая. Я не буду класть. Но, понятное дело, можно там вытянуться, развалиться. И получится некий такой бизнес-класс в самолете. И все это в совокупности с хорошей шумоизоляцией. Здесь порядка, если не ошибаюсь, 21 динамика. Разгон у автомобиля при этом пишут так, что чуть больше 5 секунд. Вот BMW X5 3 литра, бензин 340 сил. Разгон паспортный 5,5. Здесь же 449 сил. Разгон примерно там те же самые 5-5,5 секунд. Машина с первых минут дает понять, что это ну точно не дешевый китаец. Очень часто из вас многие любят говорить, а вот в Китае в самом он стоит еще меньше денег. Ну, понятное дело, что в Китае он стоит там одних. Но мы-то в России. И, соответственно, мы отталкиваемся от той цены, которая есть у нас. И серии брать-не брать, цена-качество. Друзья, так скажу, машина реально очень комфортная. Мы сейчас едем 50 км. Она едет так, словно как электричка. Просто на полной тишине мы едем. То есть звук работы мотора мы не слышим. Хотя он сейчас работает, правильно? Мы же не едем в электрорежиме. Мы едем полноценно. Обзорность вопросов, как говорится, зиру. Потому что зеркала большие, внутреннее зеркало тоже достойно. Машина, в принципе, высокая. Все, что нужно, есть. Неровности, которые мы проезжаем. Я местами специально заезжаю в них, в силу того, что маршрут мне знаком. Понятен? Есть блогер, который снимает китайские машины в Китае. Сергей Гилевич или как-то так его зовут. Тоже я посмотрел его выпуск один. Он говорил о том, что он проехал 30 тысяч, по-моему. И он выложил свои настройки машины. И когда я выстроил настройки машины такие, как у него, машина реально по-другому поехала. А самое важное, что именно на меня произвело впечатление, это настройка руля. Что настало, знаешь, какой-то вот, ты прям чувствуешь, как будто, знаешь, в BMW едешь, Дим. Что машина, машина, ты прям чувствуешь, вот машина. Слушайте, ну разгоняется, она очень комфортная, я тебе скажу так. Вот я прям так с Яганцули, что называется, на педаль надавил, 80 поехали. И при этом вообще шума нет. Я просто вспоминаю, ну, понятное дело, это некорректно сравнивать, но тем не менее. Как едет, например, Джулиан, китаец, китаец. Ну, блин, ну действительно очень шумный автомобиль. Но, опять же, цена там в три раза дешевле. Это тоже важно не забывать. Но здесь я, да, согласен, это прям такой некий премиум получается полноценный. И знаешь, по поводу разгона от себя еще добавлю, что у меня такое ощущение, что очень быстро, очень бодро машина набирает 70-75 километров. А вот с 75 до 100 уже вот этот вот разгон примерно столько же, сколько от 0 до 75. То есть вот есть какой-то момент? Ну, это на самом деле самое ключевое, что до 100 основной разгон. Вот именно, если мы говорим про нормальную, безопасную езду в рамках того же самого города. Гнать там на ней 200, я думаю, у тебя и в голову-то никогда такой мысли не придет. Конечно. Как правило, люди семейные, все равно уже за скоростью следят. Ну, 160 по трассе ты прокатишься, так как дороги сейчас хорошие, автомобили позволяют. Не более того и то, 160, напоминаю, это уже нарушение. То есть нельзя так ехать с такой скоростью. Но в этом плане, друзья, я вам серьезно говорю, я прекрасно понимаю, что сейчас скажут. Ну, все, кто-то заплатил, как обычно, это рекламный выпуск, кто-то задал. Дилеров нету, никого мы не упоминаем, кто, чего, как машина, вообще не важно. Но заплатили за что, кто. Делимся опытом, прокатитесь сами. Я многих людей знаю, кто садился в эти машины, и сначала относясь к ним скептически, потом такие вау. Очень многих подкупает то, что гибрид. Вот смотрите, Kia Cerato ставит номер 6 семерок. Вот такой номер втюхать можно миллионов за 5 рублей. Вот реально, миллионов за 5 рублей можно втюхать. Продав Cerato и добавив 5, вот как раз такую или 7 можно взять. Представляете, вдумайтесь, просто госномер N-HV. Это какой-нибудь, если было бы ААС, то мы бы знали, кому его продать, правильно? Он бы точно заинтересовался бы нашим предложением. За 10, он бы заинтересовался за 10. Да, он любит в 2 раза дороже. Андрей, наше почтение. Смотрите, мы едем со скоростью, ну сколько у нас сейчас? 20 километров. Надо ускориться, раз. Опа, мы полетели. По оператору улетел назад. Не прям вау она разгоняется, но соточку мы уже сделали. И при этом соточку мы вообще по звуку не ощущаем. Вот что удивительно. 100 км и гула никакого нет абсолютно. Дай ей имя с точки зрения надежности, чтобы народ говорил 150 тысяч, 100%, а дальше там на 150 у тебя сломается. Вот это, как у нас любят прогнозируемые поломки, прогнозируемый ремонт так называемый. И 1300-1400 бы она походила бы в связке со всеми этими агрегатами. Ну, блин, шикарно. Опять же, конечно, вопрос, по какой цене ее продавать. Вообще, с точки зрения продажи, ты вообще об этом на сегодняшний день как-то думаешь? Вот через сколько ты ее продашь, на сколько лет ты ее взял, что там с ценой будет, что скажешь? Знаешь, я вообще не думаю на самом деле по поводу продажи. Несмотря на то, что я, наверное, через 3-4 года захотел бы ее поменять, чтобы просто обновить на что-то более современное к этому моменту, более новое. К сожалению, у нас в стране машин являются не пассивом, а активом. То есть то, что ты действительно можешь вложить деньги, сохранить их, как это вот с точки зрения того же Андрея Андреевича, было бы экономической теорией, было бы не странно. К сожалению, инфляция съедает деньги. А если ты купил машину, то ты можешь через пару лет ее за ту же стоимость продать. Я, конечно, не думаю, что она будет стоить те же 6,5 миллионов через 3 года, но... Но и миллионы, и 2 она тоже стоит точно уж не будет. Но я думаю, что за 4-5 ее вполне можно будет продать. Я считаю, что необходимо затронуть минусы, а то все как-то сладко-гладко. Ну, посмотрите, что пишут люди. Гремит подвеска. Ну, минус это, я считаю, что да, минус. Но при этом, например, жалуются на работу некорректного адаптива фар. Нехорошо работает. Я сделал опрос в Телеграме канала, и меня очень порадовали ответы. Но вот смотрите, некоторые люди не ездили на Ли-7, не сидели за рулем, не сидели сзади. Но по определению все китайцы это говно. Это шушлайки. Таких отвечает более тысячи человек. В Телеграм-канала я вас регулярно приглашаю подписаться. Дело полезное. Комментарии, к слову, там открыты. Мы заходим в интернет, забиваем Ли-7 отзывы, смотрим, что пишут люди. И отзывы идут абсолютно разные. Либо пишут люди, что минусов нет вообще у автомобиля, все классно, всем довольны. Не хватает им негативных отзывов. Отмечают различную мелочевку, но встречается такое. Вот посмотрите, при ДТП, если сработали подушки безопасности, уходят в блокировку. И хрен ты ее разблокируешь. Сел аккумулятор, тоже блокируется. Вези в Китай, меняй на новую. Это потому, что сами китайцы не знают, как разблокировать. И народ ставит лайки. Ведь да-да, вот это вот мы любим. Говнище. Мы ведь вам говорили, что Китай покупать нельзя. Забиваем в интернет Ли-7, как разблокировать. И на тебе, пожалуйста, уже огромное количество роликов, где люди рассказывают, куда потыкать, чтобы разблокировать самостоятельно. Если вдруг не получается, везите машину, вам разблокируют. Короче, такие моменты, которые вот именно сейчас спорны. Ведь машина для нас новая. Люди ее изучают. Пробегов огромных на них, в принципе, мне кажется, сейчас нет. Поэтому все еще впереди. Но с каждым разом, с каждым месяцем появляется все больше и больше информации. Вот такой большой, да, просторный салон. У меня была первая мысль всегда, что ну понятно, сейчас багажник откроешь, а там поди места нет в багажнике. Пустой, какой-нибудь маленький, узкий. Ну ты посмотри. Места в багажнике более чем достаточно. Ну реально, положить там коляску, что-либо еще. Круто. Я почему-то думал, что он где-то отсюда будет начинаться. Л9. Он еще больше. То есть там сзади будет третий ряд сидений, полноценный третий ряд сидений. Капитанские кресла с подлокотниками. То есть там вообще отдельная красота. И все точно так же на кнопочках. Первый вопрос, который возникает у людей. А как быть с этими автомобилями, если вдруг что сломается? Ведь официальных дилеров в России нету. Это все машины привозные. Соответственно, никакой гарантии нету. Здесь два важных момента, которые вам нужно запомнить. Если вдруг вы захотите купить эту машину. Первый. Мастер аккаунт. Что такое мастер аккаунт? Простыми словами, это вот есть у вас телефон. Не важно, айфон, на андроиде ваш телефон. У вас есть такой личный кабинет, личный аккаунт. То же самое есть с автомобилем. Когда человек его покупает в Китае, он заводит свой мастер аккаунт. Главный аккаунт. И при перепродаже вы должны его заполучить и стать тоже полноценным собственником. Это важно. На это я сделал такой небольшой акцент. И если вы этого не сделаете, для вас это вправе следствии может быть чревато. Соответственно, момент такой тонкий. Не многие хотят с ним заморачиваться, но это очень важно. Поэтому делать это нужно обязательно. Это первое. А вот касательно дилеров. Здесь, что называется, свято место, пусто не бывает. В частности, в Москве уже есть специализированные дилеры, специализированные сервисы. Частные сервисы, которые начали заниматься непосредственно маркой Ли-7. Они ее изучают, смотрят, щупают, заказывают запчасти и все, что с этим связано. И люди едут к ним уже полноценно на обслуживание. Машин становится все больше. Куда ехать? В том же самом чате все друг другу советуют. Вот этот сервис, тот сервис, там мастер. И все, пожалуйста. Кто-то сидел с бешеной конкуренцией. Бэхи, BMW, Audi. А сейчас на тебе. Кто впервые машину изучит и поймет, как она работает, найдет у нее слабые места, тот и заработает. Есть, например, тоже особенность. Вот мы сейчас с владельцем общаемся. Он рассказывает, например, лобовые стекла. Говорят, они там лопаются. Ну, короче, бывают с ними косяки, как и, собственно, с любым лобовым стеклом. Но подобрать лобовое стекло – это проблема. Помните та самая история, когда на китайце купить запчасти, покупаешь три в надежде, что одна точно подойдет. Три одинаковых запчасти, но встает только одна, все остальные сделаны чуть-чуть некачественно. Вот здесь, поговаривают, бывает то же самое. Машина пришла на 21-х колесах, ну, в комплектации идут. Что меня удивило, Michelin Pilot Sport. Обычно китаец приезжает на чем? Триангл, шмиангл, ну, китайская резина. А здесь Michelin Pilot Sport 4. Вот эти шины, 21-е, 45-е на 75-е, это комплект примерно 1200 такой стоит. То есть сами по себе шины – это уже, блин, ну, такой хороший, сильный знак. Это как дорогие, хорошие туфли. Друзья, вот на эту машину многие посмотрят, думают, блин, Лиз-7, последовательный гибрид, а как он поведет себя дальше? Буквально недавно там появился первый рестайлинг у нее. Прям существенных изменений нету по нему, но тем не менее на эти машины смотрят. А еще во время съемки мне удалось запечатлеть потрясающую ситуацию. Ну вот смотрите. Друзья, у нас шикарная возможность, проезжает мимо белая Мазда, просто прям ласточка-принцесса, выходит Вадим и дочка Виктория. Попросил их кратенько дать комментарий. Вадим, пойдем, вот посмотри, стоит некий Фантомас, как я ее назвал, Ли-7. Виктория, садись, пожалуйста, назад и зацени вот это вот, смотри, папа завтра зарабатывает денег и покупает себе такую машину. Залази, прям смело, садись. Вот, ты же сзади ездишь с папой, правильно, в Мазде? Вот давай-ка я у тебя прямо спрошу. Смотрите, дочку снимаем с разрешения отца. Вот как тебе место сзади? Офигеть? Да, мне нравится. А еще смотри, знаешь, что здесь есть? Вот тут телевизор большой вылазит сверху, то есть можно мультики, передачи смотреть, кресло откидывается вперед-назад, у тебя здесь еще есть вентиляция, чтобы тебе жарко не было, и массаж. Вот просто тебе, как ребенку, места прям много? Ну да. А салон сам по себе цвет нравится? А ты раньше в такой не сидел никогда? Нет, никогда. А иди присядь за руль, вот прям по-живому, обходи, садись. Подойди, пожалуйста, покажи, ну вот смотри, просто, друзья, вот так вот происходит продажа от дяди Димы. Если бы сейчас Вадим приехал бы с деньгами, я думаю, он бы уехал бы отсюда с автомобилем. Вадим это зритель канала, акционер со времен Мазды и сам ездит на Мазде. И когда я ему рассказывал про этот Лейсан, я думал, ну все, сейчас я ему машину в кавычках продаю. Он захочет и скажет, да, я хочу купить себе Лейсан, но ответ его меня удивил. Вот обрати внимание, сколько места сзади сейчас находится, при том, что ты сидишь максимально комфортно, правильно? Тебе же не охота откинуться еще назад? Нет, отлично, прям посадка, то, что надо. Что удивляет по машине? Вот смотри, допустим, два дисплея больших, некоторые хейтят, говорят, типа, два телевизора, не нужны они. Ну я считаю, что это наоборот, это современно, это очень интересно, это что-то такое новое. Вот оранжевый цвет, это очень здорово выглядит здесь, отлично, прям в черной машине сочетается то, что нужно. Ну я прям вот чувствую, что вот современность, вот реально ты сидишь в какой-то новой машине. Давай так, продаешь Мазду, есть средства добавить и встает выбор. Купить Мазду ЦХ9 или купить вот этот Лейсан, что бы ты выбрал бы? Ну вот так, по первым ощущениям. Так что по цене это было бы плюс-минус одинаково, Мазда будет новая, стоит бешеных денег, сейчас 7 миллионов в жирной комплектации, и эта машина стоит 6, там, 900, 7. Ну я скажу так, что, наверное, китайцы, наверное, я все-таки еще пока не готов, я, наверное, все-таки выбрал его Мазду ЦХ9. А почему, побаиваешься чего? Побаиваюсь, да, надо на них смотреть, как они тебя покажут, поэтому я сейчас пока на китайцах, они мне нравятся, вот внешне, вот, да, вот леса мне нравятся очень сильно. Ну, короче, тревога все равно есть, и причем с ним будет дальше. Я бы, наверное, галба проверенная пока что, а это время пока что, тогда уже можно будет и подумать об этой машине. Машину вы смотрели вместе с женой, в том числе на этот автомобильчик тебе порекомендовал обратить внимание тесть. Артем, времена идут, меняются, китайцы делают вещи потихонечку, запчастей будет больше, на немцев будет меньше, и так вот тебе семечку в голове посеял. Потому что изначально, ну, Volvo, все, XC90, семейная, надежная машина. С теста начну, мы с женой действительно приняли, как бы, приняли решение, которое мы считали финальным, что мы покупаем XC90. Мы обсудили, какие мы машины посмотрим. Мы решили, что мы посмотрим вот эту Li-7, Li-L7, потом мы посмотрим обязательно Джилиманджаро, о котором ты выпуск делал. Кстати, я вот его в процессе выбора машины, я его посмотрел, и он тоже, ну, как бы, на многие вопросы нам ответил. И третья машина, я говорю, давай вот еще что-нибудь третья выберем, хотя бы, чтобы просто сравнить. И решили, что это будет GAC GS-8. В общем, забегая вперед, могу сказать, что GAC мы не посмотрели. И на самом деле мы сделали самую большую ошибку, потому что мы в первую очередь поехали и посмотрели Li-Sian. Потому что после того, как мы посмотрели его, мы выезжаем из салона, и мы с женой почти одновременно поворачиваемся к друг другу. Мы так вот переглядываемся, и я говорю, мы же не поедем больше ничего смотреть. Она говорит, конечно, больше ничего не поедем смотреть. То есть настолько сильно машина вам зашла, и даже я знаю немножко детали этой покупки, что вы даже еще не сев в нее, уже как бы по внешнему виду, когда пришли, уже почувствовали, что это ваша машина. Да. Та самая, понимаете, ребята, та самая связь, когда вот ты приходишь, о, мое. Я вот точно так же со своей машиной, когда я пришел, увидел, она стоит в салоне. Сотни X5 я видел, но увидев именно это, я такой, привет, я тебя нашел, блин. Аудитории на канале много, люди посмотрят, я тебе об этом сказал еще до съемки, что будут те, кто делятся на лагере. Первое, это вот немец новый или с пробегом, это хорошо, нет денег на немца, купи себе японца, корейца. Это, в общем, те автомобили, которые себя уже зарекомендовали временем, которые ясны, понятны, про которых уже все давно не понятно. Есть люди, как наш уважаемый Андрей Андреевич Скрипко, который, китаец, это плохо, я бы даже сказал, нападает, хейтит. Андрей, хейтишь, нападаешь на людей. Говно, простыми словами, говорит, но культурно. Вот что бы ты ответил людям, которые будут со стороны Андрея Андреевича и скажут, он прав, это фуфло, зачем ты это купил? У нас буквально этот разговор с Андреем Андреевичем, когда он нападает, был на прошлой неделе. Я ему сказал, Андрей, да это точно, как я уже говорил сейчас, что это точно кот в мешке, да, непонятно, как она себя поведет. Но в целом, два месяца прошло, вот ты, получается, посидел, ты ее попробовал, у нас еще есть друг Саша, ему тоже огромный привет. Он тоже поездил, ему тоже безумно понравилось. А Андрей, я ему говорю, да Андрей, ты приедешь, просто прокатись на ней разок, сам попробуй, а потом уже, ну, как бы, сформирую свое собственное мнение. И всем, кто говорит, что, типа, китайские машины полное фуфло, слушайте, китайская машина китайской машине рост, потому что есть дешевые машины, есть подороже, ну, а это такой полупремиальный сегмент. Это все-таки другая машина. Я просто всем, кто хочет похитить эту машину, предлагаю сначала сесть за руль этой машины, сесть сзади обязательно, посмотреть габариты, потыкать меню, оценить, как оно вообще, ну, самому человеку нравится, не нравится, и после этого уже говорить. Я думаю, что вот так. Вот они, знаешь, как еще люди отмечают, говорят так, что вы ведетесь как раз на эти дисплейчики, вы ведетесь на вот эти вот фишечки по салону, а что с точки зрения безопасности, не дай бог, какое-то ДТП показывают частенько, ну, как вот ты тоже верно отметил, что если китайцы подешевле, ДТП произошло, полмашины там разворотило, хотя оно не сильный удар, ну, металл слабый, подушки не сработали, вот, твое мнение, уверен в ней? Я, слава богу, у меня нет никакого опыта по этой машине, но я в ней уверен, ты вот, Дим, тоже когда садился, ты обратил внимание, какого веса двери? Тяжелая. Я когда первый раз сел, я думал, да я сейчас ее, знаешь, ее так вот прям легонько, легонько закрою, чтобы будет легкая дверь, а дверь на самом деле тяжелая, и мне кажется, что, ну, как бы это дополнительная защита, значит, двери есть. Ну, я так себе это нарисовал, и вообще мне кажется, что машина безопасна. Ну, и опять же, как бы, если хочешь, если хочешь, как бы быть в безопасности, езди аккуратно, соблюдай правила 3D, дай дорогу дураку. Друзья, подчеркиваю, я хочу акцент сделать, накидываться на Артема не нужно, это не эксперт в авторынке, не эксперт в автомобилях, это честный отзыв человека. Прав он, не прав, ваше мнение, культурно высказывайте в комментариях. Давай пробежимся по обслуживанию, смотри, ты покупаешь автомобиль, каско-то делал на него? Каско я еще на него не делал, но я планирую его сделать. Сколько посчитали тебе ценник? Ну, в зависимости от размера франшизы, вот, ну, там, 100-150 тысяч утиньков. Есть. Где ты будешь машину обслуживать? Я машину буду обслуживать у тех ребят, надеюсь, у которых я ставил сим-карту, и которые мне ставили приложение на нее. То есть у них есть полноценный сервис, ты туда приезжал и видел, что они специализируются, занимаются именно... Да, у них только китайские машины, то есть у них куча лишек, куча воехов. У нас в этих выпусках есть такая маленькая рубрика, вот, ты купил себе Лисан за почти 7 миллионов рублей. Чем ты занимаешься, в какой сфере ты работаешь? Я работаю в сфере логистики, я занимаюсь контейнерными перевозками, преимущественно из Китая в Россию, из России в Китай. Рубрика «Мнение оператора», которого обычно никто не спрашивает. Ну вот смотри, Лисень, подчеркиваю, вот эту машину многие берут как раз вместо X5, вместо X7 большего размера берут Ли-9. Но смысл понятен, как машина едет, как она выглядит по салону, самое главное, сколько места сзади, ведь мы люди тоже семейные, у нас есть дочь шикарная. Твое мнение, как тебе внешний вид автомобиля? Мне очень нравится, что она большая. Привет всем, кто хочет меня обычно научить и говорит мужу, научи оператора, жену разбираться в машинах. Мне это не обязательно, потому что я пассажир, просто люблю большие машины, поэтому уже плюс. Мне нравятся эти огромные колеса. Что мне понравилось, когда мы сейчас катались? Мне понравилось, что для меня это важный показатель, меня не вытошнило. Очень-очень много места сзади, я не знаю даже, наверное, больше нигде я пока не встречала. Получается, ты едешь, тебе комфортно. И это мы еще ехали недалеко, и я ножки не ложила на выдвижную ступенечку. А эта функция есть, что тоже лайк и плюс. Вот, в общем, в целом и в общем мне понравилось как внутри, так и снаружи. Ну, снаружи не буду лукавить, спорный момент. Но она не агрессивна просто. Да, да, мне нравится агрессия. Она бы более сдержанная, консервативная, я бы сказал, автомобиль. Необычные ручки выдвижные, да, хорошо. Но визуально, чего-то не хватает, наверное, той самой правильной агрессивности. Вот смотри, наличие двух больших мониторов многих покупает. Меня не подкупает, меня отталкивает. Я бы их убрала и сделала бы один, какой-нибудь даже чуть поменьше один. Мне не нравится, я не знаю почему. Возможно, это дело привычки. В целом, неплохо. Друзья, вот самое главное найти тот баланс. Показать людям плюсы, показать людям минусы. А выводы остается сделать только лишь вам. На чем мы, собственно, прямо сейчас и заканчиваем. Именно поэтому я всех вас приглашаю в комментарии. Пришло время вам написать ваше мнение. Не забывайте, что спонсор выпуска ждет вас по ссылочке в описании. В первом закрепленном комментарии ждет вас ссылочка на телеграм-канала, где часто я делаю публикации с автомобилями, с подборками по ценам. Надо обращайтесь, надо не обращайтесь. Ну и в том числе наблюдение, анонс на эту машину уже давным-давно был в телеграм-канала. Не добавить, не убавить. До новых встреч. Всем пока-пока.